Здравствуйте, дорогие друзья! Это выпуск подкаста «Астромифы и реальности». Я его автор Анна Зубанова. Я ведический астролог, санскритолог и востоковед. В этом подкасте я даю точные еженедельные астрологические прогнозы, разоблачаю мифы, связанные с ведийской культурой, и рассказываю о астрологических событиях. Но в сегодняшнем выпуске я хочу поговорить об астропрогнозе на месяц. И действительно, друзья мои, сегодня уже 30 марта, и, соответственно, самое время говорить о том, какой будет апрель, каким будет апрель для всех знаков зодиака, для всех нас. А апрель очень насыщен какими-то астрологическими событиями. Я сейчас вкратце про них расскажу. Апрель будет богат на астрологические события разного масштаба. О них, конечно, стоит поговорить поподробнее. Я буду про это выкладывать отдельные выпуски. Но в нескольких словах расскажу вам о том, что нас ожидает в апреле, ведь сейчас самое время. В апреле у нас будет много событий происходить в таком знаке зодиака, как овен. И овны выходят на арену у нас. Что здесь? Во-первых, солнце перейдёт в знак овна. Новолуние наступит в овне, и в овне же случится солнечное затмение. Отдельно про него я, конечно же, запишу подкаст и выпущу его для того, чтобы вы были готовы и правильно себя вели в это непростое время, которое связано с затменными явлениями. Также в овне 21 числа Меркурий начнёт своё ретроградное движение. И про это я готовлю выпуск, который будет посвящён разоблачению мифа, связанного с ретромеркурием. И самое главное событие апреля, событие, которое мы то ли ждём, то ли не ждём, но знаем, что оно будет в апреле, это переход Юпитера из знака своего собственного знака рыбы в знак овен. Для кого-то это хорошо, для кого-то не очень. И об этом я тоже буду подробно говорить в отдельных выпусках. А сейчас я хотела несколько слов рассказать про то, как каждый знак зодиака, вкратце, будет себя ощущать в апреле. В апреле овен будет себя ощущать как-то прям, вот как будто все лампы софитов устремлены именно на него. И это не случайно, да, все события разворачиваются именно в вашем знаке. И, дорогие овны, не исключено такое волнообразное состояние в этом месяце. То есть то вы как бы на коне, то как будто вас с коня сбросили, и приходится как-то выбираться, как бы искать нового коня, забираться куда-то и снова куда-то ехать. То есть такое волнообразное. И вот эта связь двенадцатого дома с первым, она даёт такие вот прям трансформационные возможные изменения. Но, тем не менее, большой благодетель придёт к вам во второй половине апреля, прямо в первый дом. И это может быть связано действительно с проявлением какого-то патронажа со стороны благодетелей в вашей жизни. Либо это удача зайдёт прямо к вам в дом, либо это общий жизненный тонус поднимется. То есть несмотря на ретрогрант с Меркурией и прочую мишуру, которая так или иначе будет омрачать жизнедеятельность, тем не менее приход Юпитера, конечно, это очень позитивное явление для овнов. И какие-то планы, которые вы давно вынашивали, наконец начнут осуществляться. Потому что пока Юпитер находился в двенадцатом доме, всё как-то немножко замирало. Несмотря на общую тенденцию, что Юпитер-то в своём знаке, для вас это мало давало результатов. А вот сейчас, напротив, все козыри переходят к вам в руки. Что касается Тельца, то здесь Юпитер, напротив, из дома удачи, переходит в дом, связанный с какими-то потерями и какой-то, возможно, внутренней самоорганизацией, изменений. Но в лучшую сторону, друзья мои, Юпитер — планета-благодетель. И даже находясь в двенадцатом доме, она, если и даёт перемены, то даёт перемены, которые в конечном итоге приведут вас именно к тому, к чему бы вы хотели прийти. То есть изменения в лучшую сторону, друзья мои. Также активный двенадцатый дом может дать поездки. То есть не исключено, что в апреле вы куда-то поедете, возможно, даже далеко. Ну, либо это какие-то поездки для души, учитывая, что Венера — это как раз первый дом к вам заходит. То есть то, что вас радует, вы будете себя радовать. Тенденция радовать себя продолжается для тельцов, и это прекрасно. Тем более кто, как не вы, всё знаете о таком уютном счастье. Транслируйте его в мир, пожалуйста. Разносите по миру своими движениями, которые включает активный двенадцатый дом у знаков тельцов. Близнецы, в дом удачи переходит к вам Юпитер в вашем положении. И, соответственно, тоже то, во что вы вкладывались, что вы делали последний год, оно, наконец-то, даст плоды. Причём большие, широкие, такие вот. О каких мечтали, такие дадут. Можете даже куда-то поехать в связи с этим. То есть как-то себя наградить, какие-то траты произвести. То есть порадовать себя и потратиться в этом месяце, потому как всё равно вернётся, скорее всего. Судя по всему, вернётся. Поэтому используйте это. То есть удача на вашей стороне сейчас, пожалуйста. Пусть апрель будет по максимуму использован. Несмотря на все вот эти перипетии с солнечным затмением, которые будут в середине и так далее, по максимуму используйте энергию в апреле. И конец апреля, по сути, возможно, вы даже ощутите, что вы немножко другой человек. Потому что вот как-то много вот этой событийности, подтверждающей ваш статус, что ли, да, произошло. Поэтому вот как-то вы прям можете поменяться. Раки. Раки усиливаются и уходят в какую-то работу. Это возможности для изменения в принципе работы. Смена деятельности не исключена. Повышение не исключено. Какое-то расширение деятельности очень может быть. А может быть даже так, что вы разочаровались в какой-то деятельности и ушли в другое прям направление. То есть если вы сейчас где-то находитесь на перепутье, идите, пожалуйста, к астрологу, к психотерапевту, еще к кому-то, кто поможет вам разобраться с тем, как верно двигаться вам вперед для того, чтобы не упустить своих шансов с точки зрения социальной своей реализации. Пожалуйста, используйте этот месяц для социальных подвижек. Идем ко льву. И для льва, вы знаете, месяц немножко не характерен, возможно, львиной природе, потому что здесь как будто бы наоборот такое ощущение, что было очень-очень много какой-то суеты, и она сейчас становится не такой необходимой. И можно немножко уйти в какие-то свои личные духовные переживания, возможно, какие-то трансформации, либо обучению уделить время. То есть высвобождается время, дорогие львы, у вас. И уже не нужно постоянно находиться в какой-то вот замкнутом круге, беге. Включаются возможности именно перемен в вашей голове, в вашем микромире. То есть ваша постоянная социальная активность уже не требует такого включения. Вы можете заняться своими делами. Поздравляю вас с этим, уважаемые львы. Девы. Что происходит у дев? У дев как будто спектр внимания из дома, партнёрства, на котором всё сводилось. Все пути ведут в это партнёрство. То есть и какие-то претензии к работе, возможно, со стороны партнёрства, и какие-то претензии к вашим решениям. Вот постоянное участие, партнёрство такое было. И сейчас как будто внимание, оно уходит оттуда и заходит в такие сферы, что надо решать вопросы насущные. Да, хватит уже вот этих разговоров. Давайте уже делать дела. Давайте там вот вкладываться вот в это, либо вот в это. Ну то есть какое-то по делу, да, по делу. И вы понимаете, вы чувствуете, что если вы сейчас это не сделаете, не поставите вот всех вокруг вот в этот деловой настрой, то, возможно, никто это не сделает, и всё развалится. Поэтому от вас многое зависит, уважаемые девы. Пожалуйста, переключайтесь из вот этого сёси-масёси в реальные дела, в которых вы можете быть эффективными, и правильно распределить вложение ресурсов. Очень важно в апреле для вас. Знак зодиака — весы. Что происходит у весов? А у весов напротив, да, то есть Юпитер переходит в знак партнёрства. И учитывая, что туда же светит транзитный Сатурн, здесь получается очень активен знак партнёрства. И знак одиннадцатого дома тоже активен на транзиты. Это значит встречи, новые встречи, друзья мои. И прямо в апреле, особенно в его конце, весы могут встретить человека, с которым будет потом тесное партнёрство. Поэтому если у вас есть такая заинтересованность, то будьте, пожалуйста, в этом активны. Двигайтесь в этом. Венера не слишком романтична, но сама по себе она переходит тоже в телец и может дать нежности и плавности. Ваш общий образ, учитывая, что вы сами венерианцы, да, весы — это венерианский знак. Соответственно, делайте ставку на партнёрство в апреле. Особенно учитывая, что начало апреля может дать какие-то переворотные ощущения в доме партнёрства. И хочется нового, хочется нового. Если вы находитесь в отношениях, то вводите новое в отношения, иначе потянет куда-то ещё. Скорпион. Для скорпиона апрель будет очень тоже насыщенным. Знаете, он может быть сложным. Вот действительно сложным. Потому что здесь могут быть и удары по здоровью, причём резкие, неожиданные. При этом могут быть какие-то спорные моменты. В общем, скорпионы. Такое ощущение, что вы чувствуете, что вы как-то не совсем на том месте, на котором хотели бы быть. И это влияет на ваши взаимоотношения с другими людьми. То есть вы высказываете претензии, да, и говорите, что хотите это поменять и так далее. И что-то действительно, возможно, пытаетесь менять. То есть вот эта тема неудовлетворённости общей жизни сказывается на всех аспектах жизни, да, и на здоровье, и на партнёрстве, и на работе в том числе. Но как раз вот в теме работы появляются новые возможности, и вы боитесь их упустить, возможно, да. То есть поэтому надо как-то успевать. Конечно, не нужно бежать по головам, рассорившись со всеми, да, и успевать вот эти возможности использовать. Попробуйте, как это можно сделать так, чтобы это было безболезненно для ваших близких и для других людей вообще в принципе. Стрелец. Уважаемые стрельцы, что у вас? У вас дом романтики активен. И вот те какие-то романтические поползновения, которые были перед началом апреля, они укрепятся в конце, да, но при этом нужно пережить некий шторм, который связан с какими-то вашими предыдущими действиями, причём, которые, может быть, очень давно, да, то есть что-то, какая-то расплата пришла за что-то там. Когда-то вы что-то сделали, и сейчас вот вам предстоит, скажем так, за это расплатиться, да, не исключено. Но вам это нравится даже. Вы рады этой возможности. Используйте её, используйте, и тогда есть возможность войти в какие-то, допустим, романтические отношения, либо начать какой-то творческий проект в конце месяца. Также, возможно, вы планируете какую-то дальнюю поездку, возможно, вообще переезд. А, возможно, переезд только состоялся, потому что недавно ещё были транзиты в вашем 12-м доме. Возможно, вы переезжали, и сейчас вы как-то вот творчески обустраиваете новую жизнь и добавляете туда какой-то духовного аспекта. Если не добавляете, то добавьте. Что касается козерогов, то здесь тоже вот арена ваших действий в апреле, она разворачивается в удобном, мягком пространстве вашего дома. То есть здесь, возможно, будут происходить какие-то перемены. Если не в середине, то в конце месяца. То есть тут, возможно, какие-то изменения, связанные с недвижимостью и с переездом. Либо просто в доме вы что-то меняете. И та идея, которая возникает в начале месяца относительно того, как всё обустроить, своё пространство, где вам будет комфортно психологически, морально и материально, воплощайте в апреле. Водолеи. Здесь тоже интересная история, потому как очень многое начинает зависеть лично от вас. Ваши личные усилия становятся во главу угла. То есть если вы где-то что-то не доделывали, то лучше это делать, потому что это вылезет. То есть если полка сломана, то она, наконец, упадёт. Лучше подправьте её, прям вот физически, пойдите и подправьте. Недоделки, они всплывут в разных областях. Может там что-то даже произойти. Поэтому будьте внимательны. Финансовые вопросы в начале месяца подчищайте, потом поток финансовый может быть немножко ниже. Но, тем не менее, всё зависит от ваших усилий, как я уже сказала. И рыбы. Здесь на арену включается ваш дом финансов. Тут могут быть какие-то взрывы, перемены и так далее. Но в конечном итоге всё закончится хорошо. Двойной транзит включится по второму дому достаточно на долгое время. А это говорит о возможных финансовых увеличениях. Финансовая прибыль может увеличиться от разных проектов. Но тоже всё во многом зависит от тех усилий, которые вы прикладывали до этого. Поэтому тонус не снижайте. Пожалуйста, продолжайте. Могут быть какие-то патовые события. Я не рекомендую рыбам играть на бирже или что-либо такое делать. По крайней мере, до 20 числа апреля. То есть рисковать деньгами не стоит. А в целом, конечно, с деньгами как раз будет всё хорошо. Тут все транзиты, все планеты крутятся вокруг вашего второго дома и все события там происходят. Завершая прогноз, я хотела бы вам напомнить, что также в апреле мы будем проживать Акшаю третью 22 апреля. И это считается одним из самых успешных днём в году. Но в этом году это, конечно, сложный день. Во-первых, у нас тут ретроградный Меркурий. Во-вторых, мы ещё находимся под действием солнечного затмения. Поэтому я не могу сказать про Акшаю третью 2023, что это будет супер-мега-успешный и самый лучший день в году. Не могу сказать. Но, тем не менее, что-то начать мы можем в эти третие лунные сутки. Вот так. Что ж, друзья мои, спасибо, что прослушали мой долгий-длинный эпос. Надеюсь, что вся эта информация вам понадобится. Друзья мои, я хочу ещё раз рассказать вам о той возможности, которая у вас появляется с апреля месяца. Вы все можете оформить подписку на индивидуальный прогноз от меня лично на 3-5 минут, но лично по вашей карте на каждый месяц. Подписку можно оформить, перейдя по ссылке, которая есть в описании этого эпизода. Там всё подробно написано. Друзья мои, переходите, оформляйте подписку. И уже в течение нескольких дней я вам пришлю прогноз на этот месяц. И доступ к дополнительной астрологической информации, которая поможет облегчить вашу жизнь и сделать её более эффективной. Я буду рада каждому. И вы знаете, вот такая идея оформления подписки на индивидуальные прогнозы, она возникла не случайно. В марте я попробовала делать индивидуальные прогнозы, они у меня получаются быстро и хорошо для каждого. И очень хороший был отклик. Поэтому, пожалуйста, если вы ещё не пробовали, попробуйте. Я внесу вас в свою базу и буду перед каждым месяцем информировать вас о том, где вы будете более удачливы, где менее удачливы, и как лучше распределить свои силы, ресурсы и время. Всё, мои дорогие. Спасибо, что прослушали. Ставьте, пожалуйста, лайки, если эта информация полезна. Делитесь ссылками на мой астроподкаст в различных соцсетях. Мне это очень приятно и очень полезно. Это был подкаст «Астромифы и реальности». Я, Анна Зубанова. Хорошего вам месяца, дня и удачи во всём.